Итак, предположим, у нас имеется наклонная плоскость с углом альфа к горизонту. Имеется тело. Да, у нас альфа уже был задействован. Давайте мы сохраним угол бета к горизонту. У наклонной плоскости и, предположим, бросок происходит тела под углом альфа, но уже к наклонной плоскости. Начальная скорость также в S0. Тело будет двигаться по параболе, также по параболе, но окажется на некоторой высоте. В принципе, эту задачу можно решать аналогичным способом предшествующему, но задав положение тела с помощью уравнения вот этой прямой в системе отчета, связанной с вертикалью и горизонталью. Но немножко более удобно подобную задачу решать, изменив систему отчета. Давайте введем x вдоль наклонной плоскости, а y перпендикулярно наклонной плоскости. При этом ускорение g разложится на две составляющие. Можно написать, что здесь gy, этот угол бета. Соответственно, если мы продолжим рисунок, вот этот угол будет 90 минус бета, соответственно, этот угол бета тоже бета. И здесь вот угол бета. Значит, gy будет равно g косинус бета, а gx будет равно g синус бета. Единственное, что нужно учесть, это направление. По y уже направлено противоположной оси, и по x уже направлено тоже противоположной оси. Поэтому я здесь поставлю еще знак минус. Знак минус. Теперь у нас движение является равноускоренным, ну, точнее даже учитывая знак равнозамедленным, как по оси y, так и по оси x. Запишем уравнение, описывающее движение уже в такой системе координат. у равно, у нулевое мы будем полагать равным нулю, значит, будет в ноль синус альфа т минус, ж и y, т квадрат пополам, значит, минус ж косинус бета, т квадрат пополам. На выражение для скорости я сейчас писать не буду, хотя, в принципе, тоже может быть записано отдельно, но тогда нужно писать выражение для скорости по y и скорость по x. Ну, давайте. Ладно, значит, в y равно в ноль синус альфа минус ж косинус бета, т, а в икс равно в ноль косинус альфа минус ж синус бета на т. Вот эта система полностью описывает движение данного тела, но уже в такой вот повёрнутой системе координат. отсюда мы можем найти время полёта. Время полёта также из условия, что y равно нулю. Получим. Ну, опять, y равно нулю, значит, первое, t1, равно нулю. Это начальный момент времени, когда тело стартует. А второй момент времени, когда y равно нулю, мы будем иметь из условия равенства нулю вот этого выражения, и t сократится. Значит, v ноль синус альфа равно g косинус бета t пополам, и значит, t равно 2 v ноль синус альфа делить на g косинус альфа, и это у нас время полёта. Теперь дальность полёта. Дальность полёта. L равно x, в данном случае максимальная, которая получится. Сейчас прошу прощения. Лучше просто x, или равна x. И будет равно оно, так, x от t полёта. И оно будет равно v ноль косинус альфа на время полёта умножить на 2 v ноль синус альфа. Делить на g косинус бета минус g синус бета пополам на t в квадрате. На 4 v ноль квадрат синус квадрат альфа делить на g косинус бета. Немножко подупростим это выражение. Да, делить на g косинус бета, поскольку в квадрате здесь должны быть g квадрат и косинус квадрат. Косинус квадрат бета. Двойка и четвёрка у нас сокращаются. v ноль квадрат можно вынести за скобки. g одно тоже можно сократить. Упрощаем. 2 v ноль квадрат делить на g косинус бета. В скобках у нас останется синус альфа косинус альфа минус синус бета делить на косинус бета. и умножить на синус в квадрате альфа. Нам нужно найти условие, при котором вот эта дальность полёта будет максимальной. Давайте разберёмся, как это сделать. Нам нужно сделать так, чтобы l было максимальным. Для того, чтобы найти максимум дальности полёта, но уже в случае наклонной плоскости, давайте преобразуем немножко вот это выражение. Для начала заметим, что 2 синус альфа на косинус альфа – это синус двойного угла. Синус квадрат альфа можно преобразовать по формулам понижения степени через косинус двойного угла. И тогда у нас получится следующее выражение. v0 квадрат делить на g косинус бета. В скобочках будет синус двух альфа минус синус бета на косинус бета. и здесь единица минус косинус двух альфа пополам, но двойка вот отсюда, как раз эту двойку в знаменателе уничтожит. Синус бета на косинус бета, тангенс бета не меняется. Его можно вынести наружу. И останется синус двух альфа и тангенс на косинус двух альфа. Преобразуем это так. Равно v0 квадрат делить на g косинус бета минус тангенс бета плюс. Теперь косинус бета, вот в этом и в этом выражении, приведем к общему знаменателю. косинус бета, а в числителе будет синус двух альфа на косинус бета минус на минус плюс синус бета на косинус двух альфа. И это равно в числителе синус угла на косинус угла плюс синус второго угла на косинус первого. Это синус суммы. Мы получаем, что здесь v0 квадрат делить на g косинус бета умножить на минус тангенс бета плюс синус двух альфа плюс бета делить на косинус бета. тангенс бета и косинус бета величины неизменны. Угол наклона плоскости остался одним и тем же. Альфа может меняться. Поскольку альфа меняется, максимум вот этого выражения, максимум для L, будет достигаться, когда синус равен единице. Это значит, что аргументу синуса будет равен π пополам, так же, как в предыдущей задаче. И мне потребуется небольшое место освободить, чтобы записать результат. L максимально при синус двух альфа плюс бета равных единице. Значит, 2 альфа плюс бета дает нам π пополам. И отсюда получаем, что альфа равно π на 4 минус бета пополам. Это тот угол, при котором будет достигнут максимум дальности полёта данного тела. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok